Позвольте пригласить Ричарда. Спасибо. Даже нисколько не нарушая законы физики, естественный отбор Дарвина создал на этой планете, и предположу, что и на многих других тоже, нечто необычайно выдающееся. Сложный мир, не до конца известный физикам. Сложный мир, мир биологии. И на этой планете отбор создал как минимум человеческий мозг, который может понимать, изучать то, что его породило. Может создать модель Вселенной, в которой мы живем. Я ввел образ генетической книги мертвых, чтобы описать генофонд видов животных. По этой логике, резец скульптора, то есть естественный отбор обрабатывает, высекает генофонд из предков всех ныне живущих животных и растений. Вырезает его так, как требуется для выживания вида в данной окружающей среде. Это значит, что генофонд, скажем, верблюда, описание пустынь времен его предков. Генофонд антилопы, это описание саванн предков, описание львов, леопардов, от которых сумели убежать предки. И, соответственно, в генофонде льва есть закодированное описание добычи, которую поймали предки льва. То есть генофонд любого вида это уникальная информация о мире предков, в котором те выжили. И большинство генов в генофонде содержат историю предков. Содержат, можно даже сказать, их опыт прошлого. Опыт предков. Согласитесь, было бы интересно найти место, где некоторые гены отличаются от генофонда предков. Это был бы важнейший, почти экспериментальный тест. И я хочу рассказать вам историю об одном примере. О примере кукушки. Европейская кукушка паразитирует на большом количестве видов. Вы знаете, что они паразиты, их самки не откладывают яйца в собственном гнезде, а находят гнезда других видов, например, воровья, конька, камышовки или малиновки, и подбрасывают свое яйцо, выкидывая одно из яиц хозяина. Кукушонок вылупляется первым до детей своих опекунов. И первое, что он делает, выталкивает яйца своих приемных родителей. Первое, что делает кукушонок, забрасывает яйцо на углубление в спине, подбирается к краю и выбрасывает его за пределы гнезда. Очевидно, он не понимает, зачем это делает, он вообще мало что понимает. Это встроено в его нервную систему. И у кукушки еще много любопытнейших механизмов адаптации, связанных с ее паразитическим образом жизни. И вот суть. Один вид, кукулус конорус, один вид паразитирует на множестве других видов. И когда она подкладывает яйцо в каждом гнезде каждому хозяину, ее яйца мимикрируют под вид яиц хозяина. То есть, кукушка подбрасывает яйцо в гнездо камышовки, оно выглядит точно так же, как яйца камышовки. А когда подбрасывает коньку, яйцо становится темным, почти черным, как яйцо конька. И так далее. Как такое может быть? Как? Как самка может откладывать необходимое яйцо, если у нее тот же набор генов, что и у других кукушек? Это настоящая загадка. И ответ уже практически известен. И он возвращает меня к поднятой теме об отличающихся местах в генофонде и разным опытам прошлого. Каждая самка кукушки изучает природу гнезда, в которой выросла сама. То есть, виды, взращенные в гнезде малиновки, возвращаются к гнездам малиновок и подбрасывают туда свои яйца. А если самка росла в гнезде камышовки, то потом вернется к нему же. Да, это все хорошо, но кукушка при этом остается одним видом. И вот в чем дело. Как вам известно, у млекопитающих половое разделение происходит благодаря хромосомам XX и XY, то есть у самцов иной набор хромосом. Одна называется Y, другая X, а у самок та же X и X. И если скрестить XX и XY, то 50% потомков будут XY, самцы, а 50% будут XX самки. Так вот, хромосома Y у млекопитающих вроде нас имеет опыт лишь мужского тела из прошлого, а X хромосома имеет две трети женского и одну, если я правильно помню, могу сейчас и запутаться. Но суть в том, что у птиц суть в том, что у птиц все по-другому. У птиц женский пол это XY, а мужской пол XX. То есть у самки кукушки только в одной части генома хранится опыт женского тела. А у самки кукушки из гнезда камышовки Y-хромосома не знает ничего, кроме долгой истории жизни в гнездах камышовок. Ну, не совсем ничего, но это знание большая часть. И у самки камышовки Y-хромосома также знает лишь долгую историю поколений гнезд камышовок. Все другие гены в геноме знают историю разных видов, на которых кукушка паразитировала. Но у Y-хромосомы уникальный опыт. И все объясняется гипотезой, что расцветка яиц хранится в Y-хромосоме. И это позволяет самке быть специалисткой по одному конкретному виду хозяев. Они учатся, у какого хозяина росли сами. И процесс обучения сводится в этот уникальный опыт, хранящийся в Y-хромосоме. Часто случается, что самка кукушки ошибается. Они не идеальны, ничто не идеально. И кукушка камышовка, например, по ошибке подбрасывает яйцо в гнездо малиновки. И разумеется, ее яйцо выглядит подозрительно, оно не подходит. Велик шанс, что птенец будет убит. Яйцо выкинут приемные родители. Но вот так появляются новые роды, как их называют, новые расы, новые роды из-за ошибки самки. Если взглянуть на безупречность мимикрии яиц в точке зрения разных родов, разных рас, только у самок есть расы, у самцов раса одна. У кукушек малиновок чрезвычайно плохая мимикрия яиц. А у кукушек коньков чрезвычайно хорошая мимикрия под яйца коньков. И гипотеза Ника Дэйвиса, ученого, который работал над этой проблемой, заключается вот в чем. Кукушки и их хозяева вовлечены в так называемую эволюционную гонку вооружений. Эволюционная гонка вооружений, как между добычей хищником, паразитом и хозяином. И идея в том, что кукушки малиновки только недавно вступили в эту гонку вооружений с малиновками. И следовательно, ни у кукушек не было времени добиться безупречной мимикрии. Ни у малиновок не было времени научиться идеально различать яйца. И вот почему пока мимикрия неудачна, но при этом работает. Тогда как коньки давно участвуют в гонке с кукушками коньками, вот почему и те и другие достигли идеала, ну или очень высокого уровня со стороны кукушек в мимикрии, а со стороны коньков в развлечении яиц. Разве природа не чудесна?